Писать о людях и для людей. Александр Томоников написал больше 170 книг. Все они о людях, которые служат в войсках спецназначения. Сегодня он встретился с сотрудниками Рязанского управления Росгвардии. Бойцы СОБР и ОМОН, такие же люди, как и герои в его произведениях, об их подвигах не рассказывают в средствах массовой информации. Почему я провожу встречи, и много встреч, и в десантном училище, и в автомобильном, то есть во всех этих. Меня больше всего интересуют лица. Вот я смотрю на лица, мне нужно запомнить какое-то одно-два лица. «Грозовые ворота» – одна из самых известных книг Александра Томоникова, легла в основу одноименного фильма. Он рассказал, что многие идеи черпает из жизни. События в серии послужили для создания новой серии книг. И подобных у него несколько, касающихся разных спецслужб. Сейчас у него есть идея написать серию книг про СОБР. Если ему дадут добро, то навещать рязанских бойцов он будет чаще. Герои моих книг – люди, которые стоят на защите страны, на защите законности, на защите обычных граждан, таких, как я, как соседи мои. Тех, кого мы не замечаем порой, тех, кого мы иногда ругаем, но без которых мы просто не сможем жить. Это люди, которые посвящают свою жизнь, рискуют своей жизнью для того, чтобы мы жили спокойно. Александр Томонников вручил именные книги с автографом бойцам СОБРа и ОМОНа. Я считаю, что такие встречи имеют значение. В первую очередь для расширения кругозора сотрудников. Также они дают больше представлений о литературе, именно о писателях, так и о людях. Также считаю, что именно для патриотического воспитания сотрудников это имеет очень большое значение. Сейчас Александр продолжает работать над новыми произведениями. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, Город.